Рекламно-информационная программа. Слушайте доктора. Добрый день. Это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. И у нас в гостях сегодня специалист медицинского центра «Мама», гинеколог-эндокринолог Ульяна Подгорная. Здравствуйте, Елена Михайловна. Добрый день. Очень приятно. Сегодня мы взяли тему, обозначили ее как современные методы контрацепции, но вопросы мы возьмем несколько шире, поскольку современные методы контрацепции напрямую зависят от здоровья молодой женщины, о чем мы, собственно, сегодня и поговорим. Итак, Елена Михайловна, давайте начнем с того, какие же задачи преследует сегодня контрацепция, что она должна решать. Очень тема злободневная. Мы сталкиваемся с странной ситуацией. У нас такие красивые женщины. Этот регион славится потрясающими женщинами, не говоря уже даже о картинах Воснецова. Иногда идешь и любуешься, что Клаудио Шифер отдыхает, просто отдыхает. Но есть одна особенность. Девчонки тратят деньги с удовольствием. На что? На красивые наряды, на косметику, на фейер, на все, что угодно. Но некоторые говорят, ну, если меня не беспокоит, что я пойду к гинекологу, и в итоге являются через два, три года, четыре, пять. А уж девчонки, которые родили, им совсем не до себя. И они забывают о том, что тело – это такой же, не только храм души, это такой же объект заботы, как автомобиль, дети, квартира и все прочее. Если женщина, они позаботятся о себе, то кто будет заботиться о ее детях? В принципе. Тема очень злободневная. И приходят молоденькие девочки, и удивляешься, какой набор проблем в своем арсенале они уже имеют. В 20-22 года живут годами безмесячных. Ну, прекращаются менструации, живут они год-два, думают, ну, и что, вот это отрицательное, сбегала сама на УЗИ, ничего такого нет, и живет дальше. И оказалось, что лечить их очень сложно. Из-за пущенности проблемы? Во-первых, из-за того, что они вовремя не устранили ту проблему, которая явилась причиной, первопричиной развивающихся событий. Это первое. Второе. Через два-три года найти это сложнее. И мы тратим много ее денег, много ее времени. И женщине, девушке очень тяжело бывает. Некоторые девушки считают, а что, моя подружка пьет вот контрацептив, пошла в аптеку и купила. И почему-то аптеки у нас не как, скажем, в цивилизованных странах. Не консультируют. Аптеки являются местом торговли. И вместо того, чтобы выдавать препараты по рецептам, им же невыгодно, продажи упадут раз в 20. Они просто торгуют. А еще время тратить выяснять, что за проблема, какие показания. Вообще аптеки не должны консультировать. Начнем с этого. Но пациент ни в одной цивилизованной стране не может купить препараты, содержащие гормоны, без рецепта. То есть ни контрацептивы, ни гормонозаместительную терапию, ни тем более антибиотики. Но у нас это торговля. Может быть, это связано с тем, что во многих цивилизованных странах эти рецепты носят льготный характер и частично оплачиваются государством. Но аптеки активно торгуют. Мне, как иностранцу, например, в цивилизованной стране не продадут ничего. Даже если у меня будет приступ бронхиальной астмы, мне не продадут. Они могут дать мне вдохнуть, но не продадут. Девчонки идут, покупают контрацептивы, начинают принимать. У них болит там, что-то не так. И одна рассказывала буквально вчера, я стойко терпела. То есть, а зачем? Если что-то идёт не так, надо обратиться к врачу. И вообще, мне хотелось бы напомнить прекрасным девушкам, что посещать гинеколога нужно раз в полгода. Во-первых, умирают от рака шейки матки в 23, в 24, в 25 лет. Это реальность нашей жизни. И вообще, что такое рак шейки матки? Им и всем кажется, что это у старушек бывает за 70 лет. Дальше. Ходят с инфекциями. Но есть инфекции, которые протекают неостро. И порой женщина даже не хочет решать эту проблему. Ой, да ну, сейчас этому молодому человеку надо что-то говорить. Надо признать, что он мне неверен. Или я там, он меня обвинит, что я в чём-то неверна. Буду так жить. А в итоге вы будете смеяться, приходит 22 года с бесплодием. 4 года. С 18 лет живёт половой жизнью. Без контрацепции начала ещё раньше. И беременности не наступают. Ну вот что скажешь? Какой бесплодие в 22 года? Вообще, о чём мы говорим? И спектр проблем настолько огромен, поэтому хотелось бы начать с чего? Раз в полгода кинекологу. И ещё кинекологу обязательно. Хотите по месту жительства, хотите в частную клинику, куда вам удобно. Это осмотр или это какие-то процедуры, анализы? Это осмотр. Раз в год сдаются мазки. Один называется онкоцитология. Что такое онкоцитология? Это мазочек скрининговый на раковые клеточки с шейки матки. Берётся с двух мест. С наружной поверхности и из цервикального канала. Шейка матки похожа на цилиндрик. То есть мы берём снаружи и берём изнутри цилиндрика. Если там есть грубая патология, мы её можем увидеть. Если это начальные стадии, то, естественно, эти клеточки можем не поймать. Ну вот представьте, приходит девушка. Да, я сдавала онкоцитологию, сдавала. Когда? Три года назад. Вот представьте, что если у неё было что-то в зачаточной форме, доктор старалась, старательно взяла. Но она, во-первых, могла взять мазок не со всего, не на всём протяжении цервикального канала. В норме он сомкнут. Вот это бывает болезненно. Девушки сопротивляются. И тоже доктор боится рисковать, лезть, тем более, в слепую. Но и за эти три года прекрасно всё могло развиться. То есть если положено раз в год в нашей стране, почему положено-то и кем положено? Вроде европейские подходы такие, что не обязательно каждый год. Что вроде как... Почему? Почему вообще многие страны изменили свои подходы? Потому что это оплачивается государством. Государство не хочет нести лишние расходы. И максимально переходит на скрининговые методы. Но ведь если будет всё запущено, расходы будут больше? С одной стороны, да. Но с другой стороны, так как многие диагностические мероприятия идут за счёт государства, государство пошло по пути скрининга. То есть если мы берём мазки, пассивы и так далее, прицельность цервикального канала, там из уретры, то они пошли по другому пути. Они берут среднюю порцию мочи и делают посев. Или исследование на инфекции методом ПЦР. Это что такое? Полимеразная цепная реакция. Это называется ДНК-диагностика. Когда находят фрагмент ДНК погибшего даже, пусть погибшего или живого микроба или вируса, идёт реакция, и мы говорим, да, вот здесь вот побывал вирус, и мы оставим свою ДНК. Но этот метод тоже сейчас работает не всегда, потому что микроорганизмы мутируют и выживают те, у которых отсутствует этот фрагмент ДНК. И методом ПЦР их тоже не поймать. К сожалению, это уже доказано исследованиями в европейских странах. Уже в 2006 году появились первые публикации на эту тему. Ну, в общем, у нас в стране, если и женщине дорога её жизнь, я бы порекомендовала пользоваться старинными российскими подходами. Раз в год делайте этот мазочек, раз в полгода осматриваться гинекологом. Но я принесла для вас заключение, картинку видеокольпоскопии, чтобы вы понимали, о чём идёт речь. Что такое видеокольпоскопия? Вообще метод кольпоскопии дословно переводится как кольпа-влагалище, кольпоскопия-исследование, то есть осмотр. И у нас в центре есть два видеокольпоскопа, и мы фиксируем все эти картинки и распечатываем, чтобы не только пациентке было понятно, и не только врачу можно было рассмотреть хорошо. Это фиксация. И если через какое-то время мы видим патологию, мы можем сравнить. Есть отрицательная динамика, есть положительная динамика. Вообще, что происходит? Иногда мы именно специально фиксируем патологические изменения. И когда наблюдаем, что, например, у женщины после операции не хочется лишний раз лезть, ну и так она перенесла глобальную операцию, мы делаем исследование, если через полгода-год вот те изменения без отрицательной динамики мы стараемся не трогать. Но, в принципе, это решают гинекологи. У нас есть онкологи, всегда под рукой. То есть мы можем проконсультироваться лишний раз. Но возвращаясь к исследованию. То есть у нас в центре делаются фотографии шейки матки после проведенных различных манипуляций. Называется видеокольпоскопия. Кольпоскопия есть расширенная. Что значит расширенная? В нее включена обработка специальными растворами. Сначала обрабатывается 3-процентным раствором уксусной кислоты. И мы смотрим, есть ли патологические сосуды. Если есть патологические сосуды, они не реагируют, не сужаются и становятся видны. И если есть патологические сосуды, это место непорядка. Это место, из которого, возможно, стоит взять биопсию. То есть мы можем увидеть уже непорядок. Поясните еще, пожалуйста, про патологические сосуды. Сосуды под действием кислоты сужаются. Это нормальная реакция. Если, скажем, в каком-то месте сосуды не сузились, а везде шейка побледнела, это ненормально. Мы говорим, что-то с этими сосудами не так. Ну, говорим опять-таки, что различные процессы, в том числе и онкологические, они сопровождаются изменениями сосудов. То есть, возможно, стоит оттуда взять биопсию и посмотреть, нет ли там подозрительного чего-то. Но это просто для того, чтобы увидеть очаги непорядка. Следующий этап – это обработка раствором люголя. Люголь содержит йод. И при обработке шейки матки, шейка матки здоровая, она хорошо накапливает йод. Если мы ее помажем, она становится одинаково синюшно-коричневой. Но если есть патологические участки, они не прокрашиваются. И мы можем увидеть, опять-таки, фрагменты непорядка. Я вот принесла фотографии какой-то девушки, молодой, шейки матки. А что же на этих фотографиях? Это моя пациентка. При осмотре шейка матки была одинаково розовой, но что-то мне там не понравилось, какие-то вот неровности. И доктор обработала, провела видеокольпоскопию. На глаз это была нормальная шейка матки. Мазок мы взяли у нее на воспаление. Воспаления не было. Девушка пришла с проблемами бесплодия. Она молодая. На всякий случай, что-то на шейке не так, мы сделали видеокольпоскопию. И вот, Вера, посмотрите, что нам показала видеокольпоскопия. На глаз все хорошо. На видеокольпоскопии... Здесь видно, что некоторые участки не прокрашены. Ну, где-то треть шейки матки в белесых очагах. И это есть лейкоплаке. Это перерождение тканей начинается. На глаз, без обработки, все хорошо. Я думаю, что девушка не раз со своим вопросом отсутствия беременности осматривалась гинекологами. И в мазках мы у нее обнаружили хламидии. А при этом мазок на воспаление был идеальный. Так вот, если девушка что-то ее тревожит, может быть, даже пройти, поговорить с доктором и пройти более расширенное обследование. Потому что иногда просто осмотр может ничего не дать. Вот если взять с точки зрения классического подхода осмотра гинеколога, можно было сказать, шейка чистая, мазок хороший, гуляйте, девушка, дальше. Но на самом деле у нее была серьезная проблема. Потому что надо было не только пролечить, надо было не только убрать патологический очаг, но и восстановить состояние слизистой. В принципе, возвращаясь к теме контрацепции, некоторые девушки думают, я же молодая, здоровая, месячная, регулярная, зачем мне гинеколог? Взяла, купила таблетки и живу дальше. Но контрацептивные таблетки могут быть маркером непорядка. И терпеть еще что-то не надо. То есть не могут выявлять какие-то проблемы, которые существуют? Да, даже спровоцировать. Особенно хронический воспалительный процесс. Поэтому все-таки лучше начать с осмотра врача. Если что-то пошло не так, лучше пройти обследование поглубже. Чтобы не было такого, что вы задавали вопрос Путину, а почему у меня рак? Ну, извините, хорошо бы приходить еще до рака, до развития рака. Лучше приходить вовремя, обследоваться и так далее. Это не сарказм. Это реальная действительность. Поэтому мне бы хотелось, чтобы пациентки поняли, что здоровье женщины это исключительно результат ее труда. Но я долго думала, как бы мне для девушки понятно сравнить, что это такое. Вот представьте, две подружки купили одинаковые сумочки. Одна в эту сумочку складывала. Что? Расчесочку, помаду, зеркальце. Ну, какие-то документики и все. А вторая нагружала бутылку с молоком, творог, сметанку детям, кучу ключей, еще чего-то. Как вы думаете, через пару лет сумочки будут внешне отличаться? Конечно. Конечно. И когда идет женщина неухоженная, располневшая, со стоптанными ногами, с растрепанными волосами, ну и замученная, уставшая, кто ответственен за ее внешний вид? Только она сама. Только она сама. Потому что... А потом говорят, вот, мужик ушел к молодой и красивой. Так ушел-то он потому, что хочется смотреть на красивое. И я бы напомнила женщинам, ваше тело – это такой же объект заботы, такой же, как и ваши дети, как и ваши мужья, как и ваши семьи. И прежде чем туда положить какой-нибудь куклет с картошкой, может быть, положить салатика, кусочек сыра, может быть, побольше овощей и фруктов, может быть, заняться спортом, но не складывать в эту сумочку камни и не таскать ее по земле, чтобы потом говорить, вот у них красивая сумочка, у меня вот ужасная. Я еще с ней попала под дождь, она размякла и раскисла березонтик, в конце концов. Вот в нашей стране почему-то в голове что-то там было изменено в свое время. Типа, моя милиция меня бережет. Все для семьи. Да. Мой доктор обо мне должен заботиться. Ну вот я как доктор, я что, должна прийти к вам домой, залезть в ваш холодильник, посмотреть, что вы делаете? Нет, конечно. То есть, каждая женщина отвечает за свое здоровье. И, да, бывают ситуации неожиданные. Да, бывают ситуации, когда человек все делает. Но у него есть шанс поймать это все в начальной стадии. Это реальный шанс. Если она даже пришла к врачу, и что-то ей непонятно, и, ну, не смогла она договориться с этим врачом, у нас в стране, пожалуйста, можно зайти в соседний кабинет, поменять врача, поменять клинику. Выбор сейчас огромный. Да, в конце концов, один раз сходить на консультацию в частную клинику, это не говорит о том, что все время, может быть, там помогут разобраться. Но ни в коем случае не опускать руки. Обращать внимание и на свой цвет лица, и на свое самочувствие. И заботиться о себе. Потому что, поверьте, дети не будут беспокоиться о вашем здоровье, пока вы не заболеете. И мужья тоже. Может, не доводить до болезни. Вот. Дальше. Поговорим о контрацепции. Девушка желательно бы посетила врача и обсудила с ним. В зависимости от того, какие проблемы она имеет, какой метод контрацепции выбрать. Имеет значение, она рожала или не рожала. Образ жизни. И так далее. Может, у вас какие-то вопросы есть по контрацепции? На самом деле, вопросов очень много. Потому что, как раз, о чем вы начали рассказ, о том, что некоторые девушки приходят в аптеку и просто берут то, что принимают их подруги. Но показатели у всех разные, задачи у всех разные, биометрия какая-то тоже у всех разная. Анамность разная. Вот поэтому в первую очередь хотелось бы обратить внимание, что в первую очередь идем к врачу, консультируемся с врачом. Для этого нужно какие-то еще анализы сдавать, чтобы выявить. Ну вот смотрите. В принципе, классический подход для выбора контрацептива в основном нужна просто консультация. Но на консультации доктор во время беседы выясняет, нужны ли дополнительные исследования. Допустим, если приходит женщина и говорит, вы знаете, у меня во время беременности были тромбозы, было там замершее или выкидыши, потом мама, папа страдали инсультами, инфарктами и так далее, доктор понимает, что если эта пациентка имеет наследственные тромбофилии, то есть по наследству генетически передаваемая склонность к тромбозам должен обследовать пациентку. В этом случае, да. Если она говорит, не, у нас все здоровы, или у нас там есть рак, еще чего-то, ну вот такой картины не было. Естественно, тогда мы с этого не начинаем, потому что анализ не дешевый. Далее что? Я имею в виду анализ на генетические тромбофилии. Хотя можно посмотреть свертывающую систему крови, но надо понимать, что пока не начали прием гормональных препаратов, может не быть никаких изменений. Дальше. Если пациентка говорит, вы знаете, у меня там рак молочной железы у мамы, у тети, тоже необходимо обследование молочных желез, чтобы не нанести вреда. Если пациентка говорит, ой, у меня такой излишний рост волос, там на голове жирные волосы выпадают, руки-ноги вот с избыточным ростом волос, я всю жизнь с ними борюсь, конечно, доктор уже выбирает препарат, содержащий косметические антиандрогенные гормоны. Она получит еще и лечебный и косметический эффект. Если пациентка говорит, что, допустим, она склонна к избыточному весу и вообще у них все полные, то, в принципе, у меня наблюдались пациентки, которые на контрацептивных препаратах похудели. Вот. То есть, когда нормализуется работа яичников, хотя бы создается иллюзия нормальной работы, многое восстанавливается. У кого обильные менструации, болезненные, тоже прекрасный эффект дают контрацептивы. Если женщина имела, допустим, тромбозы и она рожала, то есть методы контрацепции, которые не влияют на свертываемость крови. Если у женщины есть эндометриоз, миома, она рожала, но это ей мешает жить, но миома небольшая, тоже есть методы контрацепции. Вообще, на сегодняшний день методы контрацепции настолько многообразны. Начнем с контрацептивных препаратов в виде таблеток или пилюль, называют заграницей. Называются они оральные контрацептивы, принимаемые через рот. Это гормональные? Ну, мы сейчас вообще говорим о гормональных методах контрацепции. Слово греческое означает возбуждаю. То есть есть гормоны, от которых растут волосы на теле, есть гормоны, от которых вот эти ненужные волосы выпадают. Поэтому слово гормоны бояться абсолютно не надо. И в современных препаратах доза гормонов сейчас очень маленькая, но мы должны знать, что мы не навредим назначением этих препаратов. Что не только не навредимо, что можно даже это себе в пользу обернуть. Конечно. Вот как узнать, вы столько перечислили вопросов, с которыми девушки могут обратиться, а вот допустим есть какая-то проблема, а я не знаю, могу я ее озвучить или нет, поможет ли мне тот или иной препарат или нет, насколько может повлиять, как это вычленить эту проблему? Вот смотрите, вообще мне кажется само уважение к работе врача очень поколебалось за последние годы. Некоторые идут как бы между делом и требуют как в магазине. Ну скажите мне, ну делайте мне, мне это уже говорили и так далее. Начнем с того, что прежде чем идти к врачу, остановитесь на полчасика, подумайте и запишите на листочке все ваши вопросы. Что вы хотите получить? у меня вот это. Пациентки приходят разные, боятся сказать врачу о чем-то, но это в общем позапрошлый век. Приходят, обсуждают вопросы либидо, то есть что-то там теряется в интимной жизни, муж жалуется, приходят, обсуждают вопросы качества менструации, приходят, обсуждают, а как мне решить эту проблему, эту проблему. Но для того, чтобы задать вопрос доктору, надо вспомнить, чего вас беспокоит. Остановиться, отдышаться, может быть, выпить чашечку чая, а может быть, обсудить со своим любимым, чего вы хотите. Потому что есть препараты, которые на время дают не только контрацепцию, не только лечебный эффект, но и на время выключают менструацию. И если вы мама, да еще многодетная, для вас это просто был бы прекрасный метод не заботиться ни о чем, экономить на прокладках и радовать мужа тогда, когда он к этому готов. Но эти вопросы нужно именно озвучить, как вы сказали, именно задать врачу и обсудить возможности. Исходя из тех задач, которые вы поставите врачу, врач будет выбирать. Людина Михайловна, все-таки про таблетки уже знают очень многие. Давайте поговорим о других методах, которые более современные, более инновационные. Что это? Мне бы хотелось сказать, что и таблетки остаются очень актуальными. Есть новые, современные. препаратов настолько большое количество, что если девушки не подошли к каким-то один вид таблеток, мы можем выбрать другие. И есть таблетки, содержащие натуральные эстрогены, синтетические. И есть таблетки, содержащие только гистогены. То есть мы можем делать все, что захотим. На любой вкус, шляк. Далее есть действительно методы контрацепции, которые используются и другим. Скажем, совершенно другие методы. Например, мы уже более 10 лет, я бы сказала, даже больше, ставим внутриматочную гормональную систему Мирена. Это в медцентре Мама? Да, в медцентре Мама мы ставим. Да, она имеет свои достоинства, имеет свои недостатки. Что это такое? Опять-таки это решает врач. Это в народе говорят гормональная спираль. Производитель немецкой компании обижается. Это не так. Но спираль, я помню, там какая-то пластмаска. Может напоминать форму Т-образной спирали, но на самом деле она состоит полностью из пластика. Имеет уникальный контейнер с уникальной мембраной, которая ежедневно в полость матки пропускает микродозы аналога прогестерона, левоноргистрела. Что мы имеем в этом случае? Иногда требуется подача прогестерона прямо в матку. Женщина может принимать в таблетках, но тогда препарат будет действовать сначала на весь организм, потом на матку получается, а тут по месту требования доставляются микродозы гормонов. зачем? И получается, что у нас? Получается сочетание двух методов. Стоит инородное тело в полости матки, но так как из пластика стоит мягко, хорошо, комфортно, и в полость матки поступают гормоны, как бы сочетание двух методов и гормонального, и местного. Ее можно ставить при миомах, ее можно ставить при эндометриозе, но, естественно, возвращаясь, это решает доктор. Если поставить ее на фоне какой-либо инфекции, то, естественно, все симптомы инфекции усугубляются. Особенно скрытые инфекции, которые обычным мозгом можно не увидеть. Поэтому нужно предварительно очень плотно исследовать. ставится она на 5 лет, стоит она 200 евро сама, ну и плюс введение. Имеет недостаток какой? Ставится врачом и убирается врачом. Но поставила на 5 лет, и если она стоит хорошо, ты живешь и радуешься жизнью. У меня есть пациентка, которой я поставила третью. То есть у нее 10 лет отстояло, и сейчас уже второй или третий год. Третий. Ей очень нравится. Месячных практически нет. Контрацепция практически 100%. Что значит практически нет месячных? На ней месячные становятся скудные, скудные и прекращаются. Как во время беременности. При этом яичники как работали, так и работают. Женщина молодая, прекрасная. Она уже родила своих детей вовремя. Это прекрасный метод контрацепции для тех, кто не планирует беременность за около 40 и старше. Не планирует еще никакого времени? Ну, пока она стоит не планирует. Есть пациентки, которые уже не планируют. После 40 лет у них уже все, программа минимум выполнена, двое детей, допустим. Конечно, хотелось бы, чтобы все рожали по четверо и пятеро, но если женщина уже родила и возраст такой, что не планирует, беременности могут быть, но в ее планы ее семьи не входят, она может использовать эту Мирену. И месячные становятся скудные, безболезненные, и матка временно засыпает, у нее все хорошо. При этом это не климакс, ничего, это временное явление. Сколько времени понадобится на то, чтобы ее восстановить? То есть девушка не планировала беременность в ближайшее время, решила запланировать, сколько времени на восстановление нужно? Ну, во-первых, не рожавшим такие вещи лучше не ставить. То есть надо хотя бы, чтобы хотя бы одни роды были. Если девушка говорит, да, я через 2-3 года планирую следующую беременность, то, конечно, зачем ей ставить препарат, который может работать 5 лет. Да, мы можем и через 2-3 года убрать, но он стоит денег. Может быть, тогда выберем другой метод. Также у нас в центре есть еще один метод контрацепции, содержащий чистые гистогены, не через рот принимаемый, называется импланон. Он тоже, это такая тоненькая палочка, которая вшивается в плечо во внутреннюю поверхность, делается маленький надрезик, совсем символический, туда вводится системой специально эта палочка и все. И если женщина полная, то 3 года она может иметь гарантированную контрацепцию. Если обычной конституцией, то до 5 лет. Вот. он стоит чуть-чуть подешевле. Вот. И многим женщинам очень нравится. То есть эффект тот же самый. Иллюзии беременности месячных практически нет, но при этом пациентка чувствует себя хорошо. Но здесь действие системное. Если мы берем Мирену, больше выражено местное действие и практически нет системного действия, то есть мы действуем на матку, при этом яичники могут работать, импланон, минуя желудочно-кишечный тракт, получается, всасывается прямо микродоза гормонов из тела и действует на весь организм. Также есть еще препарат, называется новый ринг, пациентка может купить его сама в аптеке, кольцо, которое ставится на 3 недели во влагалище и она получает тоже контрацепцию, но это замена таблеток. То есть есть таблетки принимаются через рот, то это кольцо содержит как эстрогены, так и гистогены и всасывается через влагалище, минуя печень. В принципе, лучше обсудить это все с вашим доктором. Иногда проще начать с таблеток, если пошло что-то не так, мы выбираем. Иногда пациентка сразу говорит о своих проблемах и доктор выбирает метод контрацепции. Не знаю, ответила ли я на ваши вопросы, потому что вопросы гистогены, эстрогены может быть непонятны простому человеку, поэтому, может, и не стоит вникать. Я просто озвучила, что есть такие методы. В общем-то, надо иметь специальное образование, чтобы стопроцентно вникнуть. Может быть, все-таки довериться вашему доктору. Да, то есть в первую очередь все равно приходим к врачу, рассказываем, что нужно, какие есть проблемы, какие пожелания. Да, вот Мирена импланон ставится в нашем центре. То есть, ну, естественно, только после консультации, только после анализов. Еще раз говорю, я наблюдала проблемы на фоне Мирены, но когда мы копнули поглубже, оказалось, что проблемы связаны больше с инфекцией, передаваемым половым путем. То есть недообследованные женщины были или в процессе использования Мирены что-то там образовалось? Мы у нас категорически назначаем обследование на инфекции. Ну, во-первых, не всегда инфекции можно выявить сразу, во-вторых, они могут прийти к нам с жалобами и уже с Миреной, поставленной в другом месте. Вот. Поэтому мы такие исследования, такую статистику у себя не проводили, но, в принципе, мы у нас в клинике такая практика. Если женщина ставит дорогой продукт в полость матки, это Мирена, мы ее уговариваем обследоваться на инфекции, чтобы носилось, как они говорят, хорошо. на этой ноте мы, пожалуй, сегодняшнюю программу завершим. Сегодня мы говорили о современных методах контрацепции, еще дополнительно рассмотрели очень-очень многие вопросы относительно женского здоровья, здоровья молодой женщины. Упомянули о том, что обязательно раз в полгода женщина, если она хочет быть красивой, она приходит на консультацию к гинекологу, раз в год сдает мазки. Да, и сегодня в гостях у нас была Ульяна Подгорная, специалист медцентра «Мама», гинеколог-эндокринолог. Ульяна Михайловна, спасибо огромное за подробную консультацию. Ждем вас еще. Да и будьте здоровы. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.